МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Как мы знаем, уже началась избирательная кампания по выборам губернатора Рязанской области. И сегодня у нас в гостях Владимир Грачев, председатель избирательной комиссии Рязанской области. Здравствуйте, Владимир Михайлович! Здравствуйте! Уже определилось количество партий, количество кандидатов, которые выдвигаются на выборы на пост губернатора Рязанской области? Да, но они определяются по мере их заявлений. Поэтому я хочу сказать, что 9 июня Рязанская областная дума приняла решение о назначении выбора губернатора Рязанской области. 13 июня у нас она была опубликована в «Рязанских ведомостях», что послужило уже с 14 числа начать такую процедуру, как выдвижение кандидатов на должность губернатора Рязанской области. Я хочу сказать, что согласно закону, все лица, которые хотят быть выдвинуты, а могут выдвигать только партийные организации, они должны известить избирательную комиссию не позднее дня до дня проведения своей конференции или съезда, и не менее чем за три дня, если она не в пределах Рязанской области. Вот в настоящее время я могу доложить, что в избирательную комиссию Рязанской областью поступило уже 5 извещений, 6 извещений, которые, в общем-то, продекларировали о том, что они будут проводить партийные мероприятия. Более того, хочу сказать, что 14 числа этого месяца уже конференцию провела региональное отделение политической партии «Единая Россия», где был выдвинут кандидатом на должность губернатора Рязанской области временно исполняющей обязанности губернатора Рязанской области Любимов Николай Викторович, который был поддержан делегатом данной конференции и, в общем-то, выразил свое согласие баллотироваться. Более того, Николай Викторович предоставил все необходимые документы для начинания движения в части соответствующих других юридических действий. Вчера мы приняли все документы, документы в полном порядке, на высоком профессиональном уровне выполнены. Замечений избирательной комиссии не было. И мы 10 числа сегодня на заседании избирательной комиссии зарегистрировали уполномоченного по финансовым вопросам и дали разрешение на открытие финансового счета. То есть есть специальный избирательный счет, который открывается в банке, и можно начинать полнокровную избирательную кампанию. Аналогичные мероприятия уже провели вчера «Справедливая Россия». Выдвинут кандидатом на должность губернатора Рязанской области лидер региональной партии Пупков Сергей Викторович. Пока у нас два Викторовича, которые мы знаем. Мы также сегодня зарегистрировали финансового полномоченного и выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. И Сергей Викторович может начать полнокровную избирательную кампанию. 17 числа, то есть в субботу, будет проведена конференция регионального отделения политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации, на которой будут присутствовать я, которая также должна вытянуть кандидата на должность губернатора Рязанского. Пока мы его не знаем. Но узнаем в субботу. На 18 число есть извещение о том, что будет проводиться конференция либерально-демократической партии регионального отделения, куда будет также отделегирован секретарь избирательной комиссии Скобель Сергей Борисович. Одновременно у нас есть еще извещение о проведении внеочередного съезда, на котором будет выделен кандидат на должность губернатора Рязанского области от партии Роста. Там будет присутствовать представитель центральной избирательной комиссии, мы туда не поедем. Такое право есть у нас по закону. И, наконец, вчера буквально было извещение от политической партии о возрождении России, где будет проводиться 19 числа общее собрание. Тоже в городе Рязани. Поэтому пока такие действия совершены, и уже шесть политических партий хотят, а уже двое выдвинуло кандидаты. Мы готовы принять документы в любое время. Избирательная комиссия создала рабочую группу приема документов. Она работает каждый день, в том числе и субботы и воскресенья. И как только мы в соответствии с законом получаем документы и принимаем их, в течение трех дней мы их исследуем и обязаны принять решение об открытии избирательного счета и регистрацию у полномочий по финансовым вопросам. Вот эта процедура, она обязательна. И срок выдвижения, я могу подчеркнуть, по закону у нас 30 дней после дня публикования выборов. То есть с 14 числа мы считаем 30 дней. Это вот период, когда могут выдвинуться кандидаты. И это же время для сбора подписей депутатов, которые необходимо, и глав муниципальных образований, которые необходимо собрать кандидату за этот период и предоставить нам в избирательную комиссию. Я могу сказать, сколько это надо подпись, если вас интересует. Да, если можно озвучить. В соответствии с законом муниципальный фильтр у нас 7%. Федеральное законодательство предполагает от 5 до 10. Вот у нас по закону 7%. Это от числа депутатов представительных органов муниципального образования и плюс глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах. У нас таких 3105. Вот 7% это 218 депутатов и глав муниципальных образований. И еще 5% для подачи заявлений, подписи на регистрацию. То есть подстраховочные еще. То есть 218 плюс 10. 228 подписи может сдать депутат, но обязательно 218. Второй уровень, это обязательно в этом числе, значит не менее, вернее 7% от этого числа, который мы установили как базовый 218, это обязательно депутаты районного, муниципальных районов и городских округов. Их у нас 48. И 5%, вот о чем мы сказали, плюс 2, то есть 50 подписей нам кандидат может сдать при регистрации. И, наконец, третий уровень, который обязательно должен быть кандидат, это количество вот из этого же числа подписей муниципальных районов депутатов и городских округов должно быть не менее 3 четверти от муниципальных образований. У нас с вами, уважаемые рязанцы, их 29 муниципальных образований городских и муниципальных районов. Вот от 29, 3 четверти, это 22 муниципальных образований, которые должны поддержать данного кандидата. Не менее, да, не менее. Вот такой своеобразный способ поддержки выдвижения кандидата высшего должностного лица губернатора Рязанской области устанавливается законом по выбору губернатора Рязанской области. Но это, в общем-то, все законы, они, как правило, аналогичны в зависимости от фильтра. У нас фильтр демократичный, 7%. Владимир Михайлович, выборы губернатора Рязанской области состоятся 10 сентября, вот до этого момента. Какую вам работу еще предстоит выполнить, я имею в виду, избирательные комиссии? И первый этап, если так вот поэтапно, это вот этап выдвижения. Мы должны совершить о том, что мы сейчас делаем. Ходим, принимаем документы. И 26 июля – это крайний срок, когда кандидат может сдать документы для регистрации. И в течение 10 дней мы должны обязательно его зарегистрировать или отказать в регистрации. Это важнейший этап, всегда очень волнительный и для нас, и для кандидатов. После этого наступает период, когда лицо зарегистрировано, наступает период, что предвыборные агитации в полном объеме, как зарегистрирован кандидат, хотя агитационные действия уже начинаются с момента его выдвижения. То есть открытый счет и открыты, в общем, финансовые возможности. Надо набирать финансовые средства в этот счет и их использовать. Все юридические действия по агитации исключительно связаны только с расходами избирательного счета. Если иное – это нарушение. Поэтому это такой же контроль со стороны избирательной комиссии, тщательный контроль. У нас есть система, которая фиксирует в онлайне движение финансовых средств через Сбербанк. Он прямой только поставщик этих денежных секретов. И мы видим каждый день, какое движение, кто какое дело совершает. Поэтому период предвыборной агитации наступает активно после 26-го, ну, 4-го. Но агитационный период, вот такая особенность, для средств массовой информации, телевидения, радио, а также печатных изданий, периодически печатных изданий наступает именно за 28 дней, со дня голосования. Именно с этого периода уже начинается активная предвыборная агитационная деятельность и на телевидении, радио, и в средствах массовой информации, я имею в виду печатных изданий, ну, и сайтовых изданий, которые у нас с вами должны зафиксированы быть, зарегистрированы. Ну, и, наконец, наступает этап, день голосования, это 10 сентября. Это важнейшая кампания, этап, который, в общем-то, заканчивается подписанием, ну, изготовление протокола, итога голосования, который послужит, в общем-то, при аккумуляции уже всех созбирательных участков нами подведение итогов. Я просто хочу сказать, у нас в Рязанской области будут участвовать 1024 участковых избирательных комиссий. Вот они будут изготовлять этот итоговый протокол, который потом и послужит аккумуляцией и выведения результатов выбора по тот, кто будет достойно представлять наши это. Одновременно хочу сказать, что будет задействовано и существует 32 территориальных избирательных комиссий, которые также будут участвовать. Ну, я хочу сказать, примерно будет вот в этом процессе участвовать, ну, около 8 тысяч где-то 500 с чем-то человек. Это все наши общественники, да, это люди, которые в силу своей гражданской позиции будут вот работать в этот период, чтобы посчитать, предъявить. Ну, и, конечно, эти участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии будут делать очень много разных юридических действий, связанные с проведением этой избирательной кампании. Если можно, расскажите об особенностях этой избирательной кампании. Для нас с вами при выборах губернатора Рязанской области будет приниматься новый порядок лица, который может проголосовать, проголосовать в день голосования не по месту жительства, а по месту своего нахождения. То есть вы прописаны в Рязани, а вы можете проголосовать свободно в городе Сасово, ну, или близко к городу Сасово, там, где есть избирательный участок. Для этого вам только надо будет не позднее 45 дней, не ранее 45 дней и не позднее 5 дней до дня голосования сделать простое заявление или в территориальную избирательную комиссию, или в участковую избирательную комиссию, которая будет принимать уже за 10 дней до дня голосования. Она имеет простую форму, свободно заполняется. Если нет, там вам помогут. И вы, вы уже 10 сентября голосуйте там, где вы, в общем-то, хотите быть в это время. Это единственное новшество? Есть еще одно, да. Есть еще одно, которое меньше вас касается, уважаемые избиратели, но все равно то же самое. И особенно тех, кто будет участвовать в общественном контроле. Вот в этот момент есть новшество, что вот изготовление этого итогового протокола на вот этом большом количестве наших избирательных участков, 1024, мы планируем, в общем-то, охватить максимально. Конечно, очень трудно, вот, чтобы на всех избирательных участках, у нас сейчас уже где-то понимание есть на уровне 90%, это будет там специальное оборудование в виде рабочего места, автоматизированное, это компьютер, принтер, который, в общем-то, будет именно на нем изготовляться этот итоговый протокол. Он будет изготовляться с программным обеспечением QR-кодирования, ну, если так по-русски, это машиночитаемый код, и вы, наверное, уже встречали и в налоговых документах, там четырехугольничек наших, квадратик, да, и там множество таких рисунчиков, и в магазинах больших, которые позволяют о том, что, какую информацию несет, в общем-то, на данном бумажном носителе. И вот этот знак будет там сформирован, и именно вот с этого протокола, с машиносчитаемым знаком, этот протокол будет идти с участковой избирательной комиссии в ТИК, и мгновенно, по сути дела, 5-6 секунд будет считываться сканерным устройством и будет введен в нашу систему газ-выбору. Нашим зрителям я напоминаю, что в гостях у нас был Владимир Грачев, председатель избирательной комиссии Рязанской области. Ну а на этом мы заканчиваем, желаем вам всего самого наилучшего, до встречи в следующих выпусках.